здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта мы как всегда на аэродроме и готовим к вылету как вы думаете что вертолет какая штука и какая лапочка посмотрите друзья какая красотуля босс 105 две турбины моментная втулка этот вертолет крутит петли вы можете найти в интернете как он крутит петли вообще как он прекрасно летает это единственный в мире гражданский вертолет который может крутить мертвую петлю правильнее говорить у мертвую петля это звучит страшнее друзья это для обывателя мертвая петля ужас атаку это не строго потому что первые и выполнил мистеров а первый стопор выполнил артиллов у нас есть спасибо я это Константин готовится к вылету. Друзья, я хотел вам сказать интересную штуку. Знаете, почему Константин прилетел на планерный аэродром? Потому что он тоже летает на планере. Представляете, у человека есть такая вот штука, стрекоза. И, как вы думаете, причину, по которой он летает? Ну вот, например, на таком планере. Что-то у нас такое стоит. Какой-то хороший планировочек. Как он называется у нас? Дианус СМ. Друзья, это планер, на котором я тут летал три года. Такой же. Но у него, видите, винглеты есть. Это уже модная модификация. Такое прям... Я так понимаю, что еще шасси убирающиеся, наверное. Еще огонь. Ну, такой двухместный планер, на таком я летал много. Смотри, как красиво у него блестит роса. О! Это надо снять обязательно. Так вот, причина, друзья, по которой Константин летает на вертолете, очень простая. Вертолет кушает бочку топлива в час. Вот, 200 литров. Керосина авиационного, джет-фуэл в час. И вот никак по-другому. Помимо моторесурса турбин, то есть полеты на вертолете, ну, это очень-очень-очень дорого. Ну, достаточно дорого. И поэтому можно летать на планере. А планер ничего не жрет. Ну, он жрет 2 литра. И все. И мы под любой из этих горочек, и можем спокойненько, вот под теми облачками, уже на горизонте, спокойно летать. Согласитесь, это прекрасно. И летать целый день. Даже был момент, когда мы летали с Константином, он говорил, час, 200 литров, час, 200 литров. Мы летали 6 часов, допустим. Так что, надо совмещать. Нужен и планер, и вертолет, и еще что-нибудь на всякий случай. Любой летательный аппарат, это очень хорошо. А для того, чтобы иметь такой вертолет, надо очень хорошо работать. Я недостаточно хорошо работаю, у меня нет вертолета. На вертолете я летал. Летал на маленьком, на ботике вертолете. Ну, такой прикольный. Расскажу про него как-нибудь подробно. И так как я летаю на планере, научиться на вертолете было несложно. Там достаточно такие похожие движения. Скажем так, моторик очень... Если мягко ручкой работаешь на планере, то легко освоишь вертолет. Если хорошо летаешь на вертолете, мягенько работаешь ручкой на нем, а по-другому просто невозможно, то, в принципе, так вот, как Константин, можно достаточно просто и легко освоить планер. Ну и сейчас, может, нам разрешат залезть внутрь. На секундочку. Ну, смотрите, здесь очень все крепко, можно наступать. Не париться. Это не такой вертолет, когда боишься куда-нибудь наступить, как в роноботе там. Байкер всегда, мой друг Саша, кричит. Волков, ты сейчас своей жопой все развалишь тут. Так, здесь, наверное, развалить сложно. Так, сейчас я... Ну, присягодь, ты видишь? Ну, да. Пятиточечные, как у тебя, фактически. Ну. Так. Пайс-карай. Оп. Пятиточечные. Понял. А потом... Так, от винта. Уже от винта. Я еще не пристегнут. Кошмар. О, все. Пристегнут, друзья. Фух. От винта. Двери потом закрываем. Жжж. О, этот звук турбин. О. Ю-ху. Чук. 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 Огонь. Ну, кстати, не очень громко. То есть, пока наушники, видите, не нужны. Двери. Чук. 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 Да! Огонь! Как будто бы молодец, да? Уху! Вау! Вау! Ох! Еще, друзья! Какая штука! Я еще никогда помню, свой модер так не видел! Уху! Класс! Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Хе-хе-хе-хе-хе-эй! Вообще! Совершенно, друзья, другие ощущения! А-а-а! Невероятно! Невероятная совершенно штука! Кто бы мог подумать! Ой! Друзья, ракурс совершенно другой! Это и не параплан, и не самолет! Это вертолет! Вау! А обзор какой кайфовый! Ну, через ноги свои что-то видишь! Вот так тоже! Куда? Ах, где, куда? Ой, какая машина-зверь! Пошли на зверь! Костя, дай Бог тебе, здоровья! Мой друг! Настоящий, хороший, веселый! Позитивный! Ой-яй-яй-яй! Ой-яй-яй-яй-яй! Ой-яй-яй-яй-яй-яй! Ой, друзья, слушайте, она, вот эта штука делает, ой, перегрузку, ау, вау, это он мне мстит, что я ему петли крутил на планере Ой, это просто праздник какой-то Ха-ха-ха, ой-ой, хорошо, что я пристегнулся Ой, ну вот, друзья, отрицательную дулевую перегрузку ни на одном вертолете гражданском типа Робинсона не сделаешь, он сразу развалится То есть вот эта штука позволяет летать достаточно активно Прямо меня впечатлило, я не думал, что вертолет, потому что до этого я летал на Робинсоне, на Ранопоте, вообще лёгенькой вертолете, мопед его друга Саша И он, конечно, когда ручкой так не шевелил, он meio так, 30 мм, да, а тут лопастной, у этого четыре лопасти, бывает ещё три В общем, три и четыре всегда лучше, чем две Ну, это просто дёшево, взглядом меняется Да, огонь машина Класс Огонь, огонь я в я в восхищении но вы конечно скажете волков на камеру работает друзья когда не видели чтоб я работал на камеру никогда я не думал что вертолет так может я на таком впервые летаю а представляете вот ну просто кости может умеет петлю но не станет таким пассажиром как я и делать поэтому конечно а а да кость ты опоздаешь на планерные полеты давай я дико счастлив что ты меня покатал мне кажется мне хватит тоже знаете друзья неудобно употреблять ну не знаю микрофон да неудобно употреблять добротой человека тоже знаете на площадь и быть она катай меня еще меру мы главное сняли как это кайфово и я могу поделиться с вами эмоциями сейчас делюсь в полете пассажир ну понятно я открываю дверь и ухожу прямо и налево на режиме везения меня и так на свой аэродром еще никогда не на дроне так могу конечно Ну, а это, конечно, просто еще и другое. Все, Костя, спасибо огромное! Давай! Ой, друзья, эмэзинг! Он улетел, но обещал вернуться! Волшебно! Ну, всю жизнь работал. Теперь пожинает плоды трудов своих. Понятно, но вопрос. Тут же можно было иногда в юности балду пинать, а можно было кроликов выращивать, ну, как я ведь все. Кто-то там дискотеки вел удачно, там был, организовал какие-то строят ряды, еще что-нибудь. Ну, всякое бывает. Если человек, как сказать, ну, жилка определенно есть, то организаторское это можно, в общем-то, наверное, многого достичь. И самое главное, не упускать шанс, потому что очень многим оно выпадает, но люди боятся рискнуть. Даже не рискнуть, а просто решиться, не знаю, там, поработать больше, там, меньше поспать, меньше, там, что-то еще поделать. Фух. Друзья, ну, я медленно, но уверенно прихожу в себя, потому что, на самом деле, я впечатлен этой штукой. Ох, да. А какие ощущения, спросите вы? Ох. Вот такие вот. Ну, я летал, на Робинс немного летал, меня Саша там возил, мы в Орел летали как-то, в Москву и там еще чего-то. Ну, прикольно. Это такая классная, достаточно солидная штуковина для перемещения в пространстве. Помимо этого, у Саши есть прекрасный вертолет, это Ранобот. Вот на этой штуке она больше похожа на мотоцикл, реально уже, такой летающий, потому что заправляется 98 бензином, там, такой моторчик, ротекс обычный, такой, который на ультралайте ставят, ну, немножко там, вот, немножечко более форсированный. И на этой штуке можно вполне себе, как на вопеде, там, упрощенная лицензия на нее, летать. Мы с Сашей летали в Фаянс как-то, тоже летать на планере, на вертолете летали летать на планере. Даже возвращались почти ночью, и наши друзья выезжали на поле, ставили посадочные огни, там у меня даже в Саграни здесь фотографии какие-то красивые. Вот, от этих двух вертолетов ощущения, ну, мне даже, знаете, наверное, чем-то, этот маленький с ротексом понравился, потому что он такая, прям такая лапочка. Там все, как-то вот, Саша все боялся, там, вот это вот, главное, ручку несу, никак-нибудь, потому что это отрицательная перегрузка, это разгрузка винта, и дальше там, все. Вот, поэтому, чувствовалось, что, когда нас над горами там, подштормливало турбулентностью, и так далее, что он как-то был несколько, так напряженный, осторожен. Ну, это правильно. А здесь я вижу, что, Костя, как дал, отлично просто. Ну, понятно, что мы петель не крутили, но это он же ведь может. Самое главное, что он может, если научиться уметь, то можно петлю на этой штуке скрутить. Это, конечно, волшебно, совершенно. То есть, возможность у аппарата огонь. Поэтому, если можно позволить себе такую штуку, она, конечно, с точки зрения рациональности, абсолютно не рациональная, ну, это вот, то, наверное, владение какой-нибудь такой штукой, нерациональной, нерациональной и бесполезной, оно, просто вот, как раз добавляет вот этой соли кайфа в жизни, потому что, ну, что вот этот планер, ну, что он, зачем он вообще нужен? Там, залезаешь в небо и сидишь, как дурак там, восемь часов в день, там, летаешь над этими горами, ну, рационально, нет, возвращаешься из одного места в другое, прям, откуда взлетел туда и приземлился. Ну, ведь это так, так волшебно, так приятно, так вот, вообще кайф. Друзья, некоторые из вас могут подумать, что тут какие-то богатые бездельники с жиру бесятся. Не скажу вам так, потому что, не соглашусь, потому что это, во-первых, некий стимул, действительно, что-то делать, идти вперед и, ну, добиваться чего-то в жизни. Вот это все, мечта летать, друзья, это все, люди, на этих штуках летают, почему-то, и, ну, вроде как, изначально это вообще, начиналось, братья Фрейд, непонятное желание человека, зачем-то летать, а посмотрите, как это двинуло прогресс, то, что вы летаете, например, куда-нибудь на отдых, перемещаетесь между континентами, это то, что когда-то кто-то, как это говорят, дурью маялся. Человечество, мне кажется, развивается, потому что есть люди, которые желают странного, вот у Стругацких про это очень прекрасно написано, и люди, желающие странного, двигают человечество, при этом, не нужно говорить, что это там лучшие люди, а другие люди там хуже, нет, просто люди, человечество состоит из разных людей, одни делают то, другие делают то, третьи делают это, но, именно вот такой прогресс, какие-то вещи вот такие, желали странного братья Райт, ну, видите, вот есть авиация, понятно, она появилась бы, если бы это не Райт придумали, там куча людей шло к этому, до них были работы, там Леенталь тот же, но по сути все эти люди, желающих странного, вот Леенталь летал на бамбуковых планерах, первых балансирных, и потом раз, Райт сделали первый самолет, сначала планер, потом самолет, потом вот это все, видите, до чего доросло. Также и здесь, вот эти наши полеты, на планерах, они немножко двигают, увеличивают знания о небе, они дают какому-то количеству людей, ощущения яркие, и эти ощущения, вот этот кусочек ощущений, позволяет потом человеку творить, делать то, что он делает рутинно в жизни, там, работать, например, с большим удовольствием. Я помню хорошо, как когда вот я, у меня планерная школа, парапланерная школа были, ну, есть, и ученики, которые вот летали, вот человек говорит, слушайте, я зажил новой жизнью, я цвету, я вот за неделю успеваю в три раза больше, потому что я летаю, потому что у меня хорошее настроение. И это, наверное, самое главное, а люди получают эмоции, которые позволяют им более эффективно работать, а более эффективно работать, более эффективно зарабатывать, изобретать, что-то творить. Планер достаточно доступен, я вам только что показал планер за 4000 евро, который можно купить двухместный, например. Да, он деревянный, да, к нему нужно прикладывать руки, но сейчас он в идеальном летном состоянии. Вот видите, вот я не врал вам, вот моя машина 2000 года, вся, ну, частично ржавая, частично, нет, прекрасно ездит. Вот я люблю старые машины, и не очень, ну, в принципе, старые планера я тоже люблю. Например, вот планер Янус, такой же, как был у меня, я его купил у Клаус, мне его дал вообще в лизинг, то бишь я не платил, только арендные платежи и все. Ну, и потом выкупил за остаточную стоимость. Янус СМ, вот такой планер стоит, где-то, порядка 70 тысяч евро. Ну, это самовзлетный двухместный планер, то есть это не сильно дороже того же, какой-нибудь самолета. Самолет вообще можно там за 20-30 тысяч евро вполне рабочий найти, как машина едет, человек вот сейчас на машине, машина там стоит дороже самолета. Поэтому было бы желание, то есть часто человек вместо желания находит отговорку, я это не могу потому-то, я вот на вертолете не могу, друзья. Ну, хочу ли я? Ну, конечно, если была бы возможность такой вертолет иметь, так вот, эх, да. Но этот вертолет, это для путешествий прекрасная штука. И, например, кстати, бошка для путешествий сложновато, она все-таки жрет достаточно много. По Европе еще скакать не так сложно, допустим, вот Константин летал на ней до Америки, до Берингового пролива, они там были на Палата Путорана, вообще потрясающие совершенно виды, там назад возвращались через Монголию, границу, ну, короче, гигантское путешествие, огромное. И, конечно, вот эта бочка в час, это, ну, во-первых, это дорого достаточно, а во-вторых, это еще и логистика сложная, то есть на тех же Робинсонах 66-х, которые тоже с турбиной, тоже на керосине, то есть у них, кстати, на таком намного легче леталось и летелось через всю страну, чем на бошке. Но зато вот так на ней летишь, и я теперь понимаю, Константина, почему? То есть у меня тоже вот всегда была мысль, а почему? Это же вроде как нелогично. Ну вот, потому что может. И дай вам Бог, друзья, чтобы вы тоже могли и на планере летать, и на параплане. В параплан вообще проще всего начать, планер чуть сложнее, но есть же клубы. То есть здесь за полторы тысячи евро, за одну зарплату обычного, то есть полторы тысячи это минимальная зарплата, ее там уборщица вот в этом кафе должна получать, ну или он там все сама делает. У нас на аэродроме работает человек, вот он полторы получает минималку за какую-то хоть деятельность. И за одну свою зарплату он может записаться в клуб, например, вот там у нас клуб Аспермонт, и в этом клубе спокойненько летать на планере. Ну годовой взнос такой. Понятно, какие-то работы, еще чего-то, но это вполне реально. Поэтому говорить о том, что там я не могу, ну вот. поэтому когда здесь человек говорит я не могу, это значит все-таки я не хочу. Ну понятно, что не везде зарплаты там составляют, минимальная зарплата позволяет за год оплатить взносы и летать на планере, но я думаю, что к этому нужно стремиться. Вот и дай Бог вам, чтобы так получилось. Не хотелось бы, как во Франции. Оп. Друзья, истребители. Опа. Не видишь, в каком секторе летят? Друзья, у нас часто летают истребители, причем в том же воздушном пространстве, в котором и мы, то есть по правилам визуальных полетов, с утра могут, понятно, планирование летают, вот так с утра два истребителя таких чпунь, причем иногда идут там 800 метров, как бабахнет это вот, ну там понятно, что они на сверхзвуки идут, но так это ярко выглядит. Только что мы встретились с истребителем, Саша его заметил, я думал, что это птица, я думаю, так ровно летит, думаю, ну точно птица. Оказалось, истребитель. О! Истребитель. О, вот это охренеть. Шура, это точно истребитель, или у меня глюки от кислородного голодания? Слушай, ну точно? Вокруг нас шалит. Я надеюсь, что у нас задняя камера пашет. Я надеюсь, что мой для него неучебная цель. Да, я тоже надеюсь, что мой для него неучебная цель. Ну чего только в жизни я не делал, но с истребителем вот так, наверное, решил нам попозировать, друзья. Вон он на два часа. Два часа? За облаками. За облаками, два часа. За большой горой облаков, пока он сейчас над ней, видишь? Над горой, да? Да. Вижу. Так, курс вижу. Ну, давай. Где наша не пропадала? Закрыл их на единицу. Идем на сближение. Друзья! Держите меня все, но я иду на сближение с истребителем. На хвосте у него! Саш, я не верю, не думаю, что эту точку можно будет разглядеть на навигаторе. Фу, на навигаторе, на камере. Но вот смотри, он идет курсом на экран. Давай, держим его в поле зрения, потому что он, скорее всего, сделает какой-нибудь паневр направо. Пошел на снижение. Сильно на снижение прошел. Пикирует. Оп! Смотри, как пикирует. Вообще вертикально вниз. В какую-то цель бомбит явно. Оп! Ты видишь, Саш? Да. Удерживай его. Вот, сопровождаем истребитель. Оп! Сделаю правый вираж. Ну, попадет он в картинку или нет. Смотри, красавчик. Опа! На фоне облаков идет. Ну, давай на встречный курс. Ой, друзья. Unbelievable. И мы в волне. Истребитель в волне. Эх, красотища-то какая! Вот он, друзья. В заднюю камеру попробуй его. Ю-ху! Высота у нас есть еще для левого виража? Блин, у нас уже высоты нету. Мы до дому еле дотягиваем. Все. Прощаемся с истребителем. У нас сейчас будут приключения еще. Ох ты, как нас дуло! Шура! Вот теперь-то мы с тобой отгребем. За людей, желающих странного. И всего вам доброго, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Приходите в летные виды спорта. Хе-хе-хе. Погода бомба. Контент огонь. Эгигей. Хе-хе-хе. Эй. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова